господа всем привет сегодняшнее небольшое видео я хочу посвятить шуму главной паре и одному из возможному варианту его скажем так устранение не факт что оно поможет потому что если пара изношена сильно скорее всего что это не поможет но иногда бывают случаи когда главная пара изношена не сильно и этот способ помогает хороший мастеровой может за это дело прилично скажем так наварить вас взяв там за замену новой главной паре хотя как вариант еще раз повторяют попробовать устранить можно таким способом он заключается в регулировке пятна контакта казалось бы в мультипликаторной катушке пятно контакта невозможно отрегулировать вот но поскольку межосевые расстояния здесь неизменные но на самом деле это не так сейчас я для наглядности возьму на главную пару для того чтобы было нагляднее я вот возьму меня есть допустим главная пара не важно какой катушки абсолютно новенькая вот и получается что вот взаимодействует они друг с другом да но как мы видим что зубья пеньона имеет более широкую скажем так поверхность чем длина зуба у ведущей шестерни и вот за счет смещения вот этого груб грубо грубо показываю вот так или вот так можно отрегулировать пятно контакта в идеале конечно регулировать еще надо было бы за счет изменения осевых но здесь это невозможно мультипликаторных катушках такой номер не проходит вот данная главная пара она мало поддается такой регулировке поскольку ширина венца как здесь так и здесь она практически одинаковая буквально там на глаз если взять буквально вот чуть больше чем пол миллиметра есть возможность регулировки сейчас мы разберем почему я именно мой стик да лежит просто когда я поставил сюда поющий фрикцион у меня не нашлось карбоновые шайбы на 05 миллиметра но нашлась на миллиметр поэтому я поставил карбоновую толщиной в миллиметр из-за этого произошло перемещение всего пакета и начала касаться корпуса или где-то там муфты прикасаться поэтому мне пришлось заменить нижнюю нижняя шайба я ее покажу потом вот она допустим у меня здесь есть примерно 08 миллиметра я поставил на 05 вот это ровно единица с небольшой погрешностью а я поставил то ли на 08 то ли на 05 за счет этого произошло изменение пятна контакта главной паре сейчас карбон я купил кстати очень неплохой карбон у рей студио весьма качественную если кому интересно ссылочку я дам внизу в описании что будем разбирать катушку особо не комментирует процесс все знают видели поэтому видео наверное даже потом ускорил очень хорошо подходит ключик кстати классный ключик я вот приобрел себе у даггера чем он хорош такой же есть и у ёжиков у хэнга хок студио два размера он имеет два размера собственно ключа почему два потому что отдельные катушки вот они здесь должно подходить плотненько без особого люфта в то время когда катушки дайва например да для них у них немножко больше гайка и для них уже нужно чуть чуть больше размер потому что этот плотный не заходит но если таким крутить получается слишком большой ход шаг или люфт еще можно назвать до большой допуск за счет этого происходит под подминание граней ну такой ключик если кому интересно с тоже дам ссылочку причем он алюминиевый он гарантированно не испортит гайку потому что сам по себе мягкий я уже не помню наверное у меня даже и здесь пришлось избавиться от какой-то шаги пакете в этом нажимном для того чтобы нормальный ход фрикциона был сейчас мы вернем все на место поставим нормальную карбоновую шайбу ну и тем самым пятно контакта отрегулируем так тут у меня вышли что сказать просто я заметил что стит до этого не гудел только после того как я поставил фрикционный пакет именно другой толщины карбоновую шайбу да он немножко начал гудеть вот обратите внимание если я думаю видно куда здесь нужно смотреть сейчас я возьму что-нибудь смотрите что зубья пиньона немного выше торчат соответственно их можно опустить либо поднять вот эту но ее поднять невозможно поскольку сюда нужно тогда либо вот эту менять шайбу нажимную тоньше ее ставить либо что-то делать с этой втулкой ее уменьшать либо поставить тоньше карбоновую шайбу для того чтобы опустить ну для того чтобы приподнять выше немножко выше приподнять ведущую шестерню для того чтобы ее выше приподнять нам нужно вот эту поменять вот она в данном случае у нас тоненькая она здесь карбон тексовая стоит вот она можно обратить я думаю что даже на моем не супер качественном фотоаппарате будет видно что карбон тексовая тоньше если быть точным то карбон тексовая 0.74 а это 1.1 учитывая погрешности то что она сжимается немножко это 0.8 20 размеры а это единичка так ставим на место оригинальную так дальше ставим ведущую вот и видно что она уже немножко приподнялась и фактически и фактически зубья вровень я надеюсь что она стала именно на то же самое место таким вот образом таким вот образом поднимая или опуская ведущую шестерню можно регулировать пятно контакта это происходит это условная такая регулировка за счет того что выработка появляется небольшая выработка немножко смажу карбон получается небольшая небольшая выработка на зубьях ну и они как говорится любят ходить каждый по своему месту вот перемещая можно попасть на на такое пятно контакта которое еще не выработано и соответственно оно будет работать лучше не долго конечно такого хватает и не во всех случаях помогает идеальный вариант конечно же поставить новую главную пару я недавно и смазывал но я чуть-чуть добавлю смазочки буквально тонким слоем я надеюсь тот кто ну я надеюсь смысл понятен что я имел в виду что я хотел донести каким образом здесь можно отрегулировать попытаться по крайней мере улучшить ход катушки к слову сказать что в красном китайце моем так называемом таким образом я нашел идеальную точку соприкосновения и вот пока пока он работает хорошо почти не шумит почти надеюсь что мой стит тоже будет лучше работать ну все собственно говоря все что я хотел показать объяснить спасибо кому видео мое было полезно подписывайтесь на канал ставьте лайки кому не нравится палец вниз я к этому отношусь спокойно должны быть те кому нравится кому не нравится вот ну а я спокойненько буду собирать катушку да что хочу еще сказать для того чтобы снять вот этот подшипник нужно вынять пин не нужно это делать плоскогубчиками даже если это маленькие плоскогубчики вот таким вот образом этого делать категорически нельзя на этих целях есть съемники они есть разных вариантов вот у кого нет возможности купить дорогой ну купите себе китайский вот например нормальный съемник работает я пользуюсь им кстати недавно китаец вот опять же по просьбе ребят из руссфишинга форума руссфишинг заменил и выпустил именно толкатель вот из другого материала он реально крепче реально я пробовал хотя у меня и этот рабочий они оба рабочие он реально даже по цвету отличается немного желтее то есть чем каким-то образом закален он реально работает лучше взять такой съемник приобрести его и аккуратно пользоваться в противном случае у вас будет как минимум загнут пин из-за этого он потом не будет входить в контакт с пиньоном вот здесь в пиньоне есть такие храповидные вырезы это пиньон не отсюда не от этой катушки но тем не менее для наглядности я покажу вот он и он не будет входить в зацепление потому что будет расплющенный например не будет нормально вставать на свое место кстати иногда задают вопрос почему в катушке если катушку крутить вот так вот пальцем да вот почему есть люфт небольшой шпуля как бы туда-сюда ходит это все вот из-за именно вот за этого вот свободного пропила пропил чуть шире чем пин он и должен быть немножко иначе если он будет плотный просто не будет заходить зацепление и тогда могут быть испорчены зубья но к примеру в катушках шимана скорпион XT1501 да этот люфт очень большой и шпуля там ходит градусов на 10 как люфт в рулевом управлении старого автобуса так все всем спасибо я буду собирать катушку и